Черная метка на облике Краснодара. Так Владимир Явланов назвал улицу Кирилла Росинского и прилегающие к ней территории вплоть до трассы М4 Дон. Там глава города провел выездное совещание. Обсуждали вопросы комплексной застройки и благоустройства микрорайона. Работы предстоит много. Начать решили с борьбы с самовольным строительством. Анна Федорова наблюдала за происходящим. Формат встречи на полях выбран не случайно. В этой части города активно развернуло строительство. Но те, кто осваивает землю, зачастую не задумываются ни об инженерных коммуникациях, ни о дорогах. Хаотичному строительству в Краснодаре не место, акцентирует Владимир Явланов. Первая точка выездного совещания – незаконный объект. Это сразу видно. Автомойку на Кирилла Росинского возводят вплотную к проезжей части. Поэтому первым делом ставить задачу мэра Краснодара – в срочном порядке установить границы красной линии, отступы от дороги. Выделить и обозначить ограждениями границы дороги со всеми необходимыми примыканиями под тротуары, под зеленые зоны. И ближе этого уровня, этой отметки не заходить со строительством. Сделать это нужно будет немедленно, потому что все они в ожидании сегодня получения разрешения на строительство. Разрешение на строительство, пока мы чисто архитектурно не оборвем всю эту территорию и дорогу, не давать. То, что эту территорию необходимо привести в соответствие всем архитектурным требованиям, подтверждает и председатель общественного совета по вопросам развития городской среды при главе Краснодара Елена Шувалова. О ситуации на дороге в час пик – вообще отдельный разговор. А утром и вечером здесь уже сплошная пробка получается. Это еще не ввели, не многоквартирные дома. И здесь фактически кроме транзита ничего кроме индустриального еще нет. Здесь один микрорайон планируется. Вон там хаотично строится второй микрорайон без коммуникации, без канализации, без дорог, без электричества, без ничего. Проезжую часть будут реконструировать и, конечно, расширять, отметил глава. Ведь у дороги на Россинского сейчас важное значение. Она связывает трассу М4Дон с центром Краснодара, а вот статус у нее прежний. Это в свое время проселочная сельскохозяйственная дорога, предназначенная для малого транспорта, малых потоков. Но сегодня ее приспособили под то, что она работает на весь город практически, соединяя с восточным обходом города, центр города. Поэтому за основу необходимо брать значение этой дороги. Разработать схему реконструкции дороги и комплексной застройки с учетом инженерных сетей, зеленых зон, внутриквартальных дорог и социальных объектов и обязать застройщиков строго соблюдать этот план – такое распоряжение дал глава Краснодара своему заместителю Евгению Наумову. Что же касается собственников земельных участков, необходимо составить полный реестр всех хозяйствующих субъектов. Каждый должен знать, что он участвует в общем проекте комплексной застройки и отступать от требований нельзя. Мы сейчас проведем инвентаризацию и внесем предложение там, где нужно у нас решить по дорогам, по коммуникациям. Еще раз посмотрим, что здесь строится. Вызовем застройщиков для того, чтобы актуализировать с учетом нынешних требований. Следующая точка – улица Милютинская на подъезде к поселку Индустриальному. Здесь, как грибы, после дождя выросли склады, оптовые базы струйматериалов, предприятия по производству железобетонной конструкции. Все это явные признаки грядущей застройки, а значит, она должна быть упорядочена и полностью соответствовать генплану. Превращать территорию в своеобразную промзону без необходимого благоустройства нельзя, говорит Владимир Явланов. Посмотрите, вот новый объект совершенно был, видите, вот сзади у вас находится. Это вот продажа железобетона и всего остального. Вот с левой стороны такую историю сделали. И первыми, кто сориентировались в том, что это перспективный участок города под застройку, ИЖС, не ИЖС. Но вот это вот они уже свою базу построили. Здесь уже база строительных материалов для этого готовая. Все объекты должны соответствовать архитектурным требованиям. Должно быть выполнено благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Такое поручение дал Владимир Явланов. Выдачу разрешений на строительство до внесения всех корректировок в генплан прекратить. Хаотичную застройку необходимо пресечь на корню, говорит мэр. Сейчас те, кто здесь незаконники, те, кто неправильно действует, все должны получить предупреждение о прекращении строительства. Аналогичная ситуация, по словам главы города, сложилась и в других активно развивающихся районах. В том числе улица Пригородная, поселок Северный. Все нужно сегодня причесать, привести в порядок. Здесь нужно засучивать рукава и цириковы полностью погружаться во все эти проблемы. Проекты планировки будут разрабатывать в кратчайшие сроки. А до этого выдачу разрешений на строительство в этих районах приостановят. Вся эта часть города должна быть взята под особый контроль властей. Анна Федорова, Олег Подубный, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар».